Субтитры сделал DimaTorzok Причем, этот мотоцикл почему-то все незаслуженно хаяли Как инструктора, так и ученики, что он не управляется, что он заваливается и так далее И как бы не требовалось ни... Блядь! Короче, спрос на него был небольшой, немногие хотели на нем ездить И наконец-то, спустя, наверное, года два нещадной эксплуатации Появились следы того, что вилка типа сопливит И решили перебрать Но суть-то в чем Вот видите, вот это количество масла Сколько там, я не знаю Ну, 100 грамм не наберется Короче, это слилось с двух перьев И больше вилки ничего не было Соответственно, почему она и раскачивалась? А спросите... Да даже не спросите, а будете говорить, что вот, нехуй покупать говно подешевле Всяких там странных салонах А теперь, где же этот мотоцикл был куплен? Та-да-да-да-дам! Знакомая наклеечка, да? Не буду озвучивать, я читать не умею, букв не знаю Ну, думаю, вы все поняли Судя вот этой по зеленой жиже Похожей на гусиное говно Это трансмиссионка Наверное, когда мотоцикл Вот в эту вот Компашку пришел Сука, пальцы спачкал Они увидели, что век течет Подумали, что нахуй сальники менять Можно же просто залить трансмиссионочки Чтобы, наверное, не гнило Хоть об этом подумали, мозгов хватило И так собрали, собственно, почему мотоцикл Просто нереально раскачивался Ну а теперь по сальникам Говорить, вот новый сальник, видите Ну, конечно, фокус херовый, но должны видеть Вот тут кромки остренькие А здесь кромок Почти нету То есть эти сальники Они вот, ну, кромки у них Вообще полукруглые Сколько им лет? Наверное, столько, сколько мотоциклу И с ним ничего не делали Вот так вот замечательно Соответственно Благо, хоть была небольшая часть Жижи в этой вилке И она не заржавела И сейчас просто поменяются сальники Пыльники Зальется новое масло И мотоцикл станет похож на мотоцикл И перестанет клевать Вот так вот И на этой ноте Где я опять сильно дохера умничаю Мы закончим Так, оказалось, что то мое все Не все И мое словоблудие продолжает Что-то меня сегодня распирает В общем, по итогу Что с вилкой Я ее отмыл Но, к несчастью Все-таки на некоторых частях Следы коррозии были Это на упорах верхних под пружины Но они как бы Нагрузки на себе не несут Потом на штоках Маленькие-маленькие Такие противные язвочки были Но они тоже как бы Ни на что не влияют По направляющим Внутренняя рабочая кромка Цела без задиров Внешняя, которая снаружи Тоже как бы все без задира Все прекрасно На вилке Одно перо Практически идеальное На втором есть маленькие Как это назвать-то правильно Надиры на полировке Ну, в общем, есть то, что Ни на что Не влияет По поводу Установки сальников По-хорошему Нужны направляющие Сальников и оправки Но Под этот размер Ни хрена Производители не делают Размер сальников Тут 37 50 11 И по 37 Перо Вообще практически не делают Что мы делаем Берем И включаем фантазию Берем старый сальник Снимаем с него верхнюю кромку Наружнюю И все Насаживаем этого сверху На перо И вот вам готовая оправка Любая оправка По сути это просто Прослабленная Прослабленная хреновина По такому же диаметру Как сальник Вот и все Берем Насаживаем Если мы нагреваем феном То практически от усилий руки Она зайдет Вот И сейчас, наверное, я Немножечко покажу Как это, в принципе, выглядит И, собственно, что я тут втираю О чем я говорил Смотрите Сальник родной Его уже я помазал предварительно Смазкой Которая идет в комплекте С редакторскими сальниками В чем прикол этой смазки Что при нагревании Она не течет То есть мы можем Спокойно прогревать посадочное место И потом сажать сальник И масло не вскипит Ну, точнее, не масло А вот эта смазка Она никуда не денется Она только облегчит посадку сальника Греть Кто-то не греет и забивает оправкой Кто-то отвертками забивает Это конченые люди Вообще, по-хорошему что? По-хорошему греть И вставлять оправкой Но Хотя бы Пожалуйста Хотя бы грейте Перед тем, как ставить сальник Потому что Метал расширяется И у вас больше места То есть вам легче Поставить сальник А сейчас, когда на улице Как бы холодно Все вообще Упрощается Потому что мы греем перо Расширяем А сальники, которые Не контактируют с нагревом Их материал Остается в сжатом состоянии То есть простейшая физика И за счет этого Все сажается очень легко На самом деле летом Есть там разные моторы У которых, например Поршневые пальцы Оставляются на горячий Так вот Поршневые пальцы Вообще бросаются в морозильник На сутки И достаются только Вот именно в момент Когда их уже надо устанавливать Такое вот бывает Значит, что сейчас делаем Берем строительный фен И вот эту вот Посадочную кромку Под сальник Очень-очень хорошо прогреваем И потом уже Направляющий Который сделан из старого сальника Все это Устанавливаем от руки Так, рабочая кромка Достаточно прогрета Даже более чем достаточно Прогрел ее хорошо И теперь берем Соответственно Новый сальник Старый сальник И это еще один старый сальник На всякий случай И опачки Ну и так На всякий случай Просто осаживаем И смотрите Что мы получаем Поднимаем перо Старый сальник В виде оправки Выходит А новый сальник Стоит на месте Вот и все И не надо изобретать велосипед Как бы все достаточно просто Просто надо иногда Включать мозги Вот например Это Не засвечиваю Пробки Вилки Нет у меня такого Шестигранника Вот такой вот Я без руки Мастеру Которого нет инструмента Но мне надо было их отвернуть Как я их отвернул Да все просто Берем болт С подходящей головкой Куяк И откручиваем Все просто гениально Ручные тиски И болт Можно накрутить Две гайки Если нет ручных тисков Та же самая ситуация Осью Вот Нет у меня Шестигранников Вот нет вообще Вот такой Конченный Просто Керна Шестигранная И сюда накидываем Ключ на 11 Все Колесная ось Отвернута Все просто По поводу Вот этой оправки Здесь как бы Вот эта вилка Обычный телескоп Можно ли так Наперевертишь Конечно же Можно только Вот эту вот Оправку Разрезаем пополам Предварительно Просто прорезаем Болгарикой Зачем Потому что Если здесь Мы оправку Можем снять Через перо вверх То на перевертише Мы этого сделать Не можем И чтобы ее потом Снять Ее просто Мы наизлом Раз И все Вот И сейчас Будет еще Продолжение По поводу Того Сколько заливать Масла в вилку Если неизвестно Сколько его Туда надо А такое Очень часто бывает Как на старых Японцах Нету Просто Данных О заправочных Жидкостях Про китайцы Я вообще Молчу Понятие мануала И чуждо И Сейчас буду Рассказывать О том Как Примитивно Но С процентов Девяносто Правильно Залить масло Вилку Если нет Точных данных Так Показать Как хотел И не получится Значит Буду рассказывать Словами Сколько Заливать вилку В перьем Пробка Есть резьба То есть Она заканчивается Где-то вот тут Соответственно От этого места Вы отмеряете Примерно 10 сантиметров То есть Соответственно Складываете И получается Где-то Сколько тут 14 Берете Какой-нибудь Ну вообще Можно линейку Можешь Тангенцирку Я это делал Просто Отверткой Потому что Она у меня Ровно того Размера Которая ножа Опускаем внутрь И Когда Отвертка коснется При отметке Вот в эти 14 Там допустим Сантиметров Все Больше масла Не лейте То есть Ну Будем говорить От резьбы То есть Вот эти вот 10 сантиметров Что нам дают Они дают Объем Который При установке Пружины Вытеснется Тут Мы можем Вот сейчас Прям туда Плюхнуть пружину Ничего отсюда Не польется По той причине Что здесь Еще Вот такая вот Балда Устанавливается Сверху И пружина Соответственно Короткая Все это делается На сжатом Пере То есть Без пружины Без всего Мы меряем Вот чтобы От резьбы До сюда Было примерно 10 сантиметров Свободного Там Если вы Будете так делать Останется Еще часть пружины Которая Не будет утоплена Почему Потому что Внутри вилки В нее В ее Нижней части Стоит шток На котором Еще пружины Соответственно Это еще Примерно Там 3-4 сантиметра Входа Вот При Таком При такой Заправке Масла Мы не угадаем Точный объем Но Мы добьем С того Что вилка Будет Работать А так как Мы не гонщики Мы не поймем Далили мы там 20 грамм Или не долили И при этом Мы не выдавим Сальники Потому что У нас Остается Запас На полное Сжатие пружины На полный Ход вилки То есть При полном Ходе вилки Масло Не подойдет К краю И не Создав Давление Которое Соответственно Придет Тому Что выдавит Сальник Вот И Наверное Теперь-то Наконец-то Мое бомбление Закончилось По поводу Вилок Их переборок И на этом Будет все С вами был Сергей Панкратов Панк Мотогараж Всем пока